Друзья, всем привет! С вами Акер Механик. Сегодня хочу исправить свою недоработку, так сказать. Много о каких автомобилях рассказывал, но почему-то забыл рассказать одним из самых моих любимых автомобилей у концерна Volkswagen. Это Audi A6 C7. Вообще, как бы, покупка нового автомобиля в салоне имеет, ну, для многих много плюсов. Но, на мой взгляд, они достаточно спорны. Это и гарантия, и вы получаете самые последние стандарты безопасности, оснащения, новые разработки. Но и, как и везде, есть, естественно, минусы. И самое главное, это цена и потеря стоимости в течение первых трех лет. Что же тогда купить на вторичке в приличном состоянии? Вот сегодня поговорим об Audi A6 поколении C7. Он уже представлен в этом случае в седьмом колене, так сказать. Правда, индекс А появился, кто не знает, только в 1994 году. А до этого времени семейство бизнес-класса Audi называлось Audi 100 с 1968 года. Кто не знает, производился Audi A6 поколения C7 с 2011 года. В 2014 году был небольшой фейст-лифт. На мой взгляд, дизайн даже дорестайлого A6 C7 актуален даже сейчас. То есть, дизайн C7 вне времени, можно так сказать. Это правда ведь так. И если на это авто повесить какой-нибудь стайл-пакет, ну, в максимуме это пакет от RS, да, или пакет того же тюнинг-кателе от Abt, то, как правило, все это будет выглядеть на 10 очков из 5 возможных. Не вагодрокчеру, по правде, сложно отличить A6 C7 от других седанов марки. Обидно, ну, если подумают, что это более дешевый Audi A4, да. Но это только издалека. По крайней мере, никто не ошибется в принадлежности автомобиля к бренду четырех колец. По сравнению с поколением Audi A6 C6, поколение C7 стало чуть-чуть больше. Производитель просто слегка сдвинул салон назад, и пропорции автомобиля изменились. В настоящее время 5-6-летний A6 поколения C7 вы можете найти где-то за полтора миллиона рублей в нормальном состоянии. И это огромная разница по сравнению, сколько сейчас новый стоит поколение C8. При этом уровень оснащения, если говорить честно, ну, будет мало отличаться от современных авто подобного класса. Конечно, C8 ушел от поколения C7 в плане оснащения далеко вперед. Но, впрочем, на фоне многих конкурентов, C7 поколение, а Audi A6 это один большой гаджет в неприметной упаковке. На вторичном рынке, кстати, полно экземпляров в топовых комплектациях. Из-под первого владельца можно такие даже найти. И с открытой историей обслуживания. Главная проблема в этих автомобилях это наличие или ее отсутствие так называемой аварийной истории. И качество обслуживания в течение всех лет. Есть ли смысл в приобретении такого автомобиля из первых, вторых, ну, третьих рук? Сегодня речь именно об этом. Поэтому погнали! Я думаю, что ни для кого не секрет, что A6 C7 за 5-6 лет пробег меньше 150-200 тысяч километров. Это мало реально. Обычно в автомобилях даже с таким пробегом полностью отсутствуют следы какого-либо износа. Даже руль бывает без потертости. А интерьер выглядит, в принципе, как новый. Audi в свое время не солгала, заявив, что в этой модели она делает упор на качество. В итоге, даже на больших пробегах у Audi салон не скрипит. Детали подогнаны великолепно. Пластик мягкий, бархатистый. И весь декор в салоне не кажется дешевым. Матовое дерево, алюминий. Все, собственно, естественно и красиво. Конечно, эстетом бизнес-класса будет к чему придраться. Но это не какая-нибудь убогая Toyota Camry. Хоть и позиционирует себя одноклассником. Кстати, рабочее место Audi A6 C7 мало чем отличается от флагманской модели A8. Это касается и материалов, и гигантского количества электроники. Первое время может показаться, что управлять всем этим оснащением довольно-таки сложно. Если, конечно, сравнивать с Porsche Cayenne, то тут даже мало кнопок. И сразу уже после этого все приобретает какой-то смысл и кажется логичным и интуитивно понятным. Впрочем, любители гаджетов будут чувствовать себя в A6 C7 довольно-таки прекрасно. Меломанам советую поискать комплектацию с опциональной аудиосистемой Benton OVSEN. Отличное звучание. Доплата за нее при заказе автозавода была реально космической. В общем, список всевозможного оборудования огромный. В двух словах можно сказать одно. На автомобильном рынке тех лет автомобилей, которые были также оснащены, как A6 C7, их было мало. Да и сейчас, спустя 10 лет. Что касаемо комфорта, ребят. Двигатели большого объема делают этот седан очень динамичным. Динамичный разгон происходит практически с любых скоростей и оборотов. Подвеска у A6 C7 сравнительно жесткая, но комфортнее, например, чем в BMW той же 5-й серии. Не скрою, Audi A6 C7 уступает по управляемости BMW, но в любом случае точность управления A6 C7 находится на уровне всего немецкого автопрома. А системы полного привода Quattro A6 C7 и вовсе может творить такие штуки, которые даже бумерам и мерсам в принципе не под силу. Ну а японцы, естественно, просто стоят и смотрят в сторонке. Встречаются, кстати, экземпляры на вторичном рынке, у которых есть активная подвеска. Сразу предупрежу, это очень дорогая опция при случае какой-то поломки. Аморты очень дорогие, но кто любит скорость, точность управления и может себе позволить обслуживать автомобиль с этой опцией, welcome, вы не пожалеете. Что касаемо двигателей на A6 C7. Ассортимент силовых агрегатов, ну, можно сказать, очень большой. Там и бензиновые моторы были от 2 до 4 литров. Мощность была от 180 до 420 лошадиных сил. Всего было 2 дизеля, 2 литра и 3.0 TDI. В Европе, конечно же, самым популярным был 3-х литровый турбодизель. Что касаемо привода ГРМ на турбодизеле 3.0 TDI. В этом поколении двигателя 3 цепи, а прежде использовалось 4. А, естественно, на больших пробегах свыше 200 тысяч километров цепь имеет тенденцию, так сказать, к растяжению. И так как привод ГРМ находится со стороны коробки передач, то работы все по ее замене будут стоить достаточно больших денег. Потому что нужно снимать мотор и коробку. Столько же придется заплатить за странение течи в верхней части масляного поддона из-под крышки ГРМ. Это тоже типичные болезни, в принципе, дизельного двигателя. Что касаемо ГРМ 3.0 TFI. Комплект ГРМ в сравнении с 3.0 TDI более сложный. И, следовательно, и замена всех цепей тоже дороже. 4 цепи плюс фазорегуляторы. По крайней мере, у них нету, во всяком случае, каких-то утечек. Но тоже нужно снимать мотор и коробку. Кто не знает, и я напомню, что несмотря на обозначение 3.0 TFI на 3-литровом бензиновом моторе, в качестве нагнетателя используется компрессор типа ROOTS, а не турбина. Теперь, что касаемо мотора 2.8 FSI, который тоже первое поколение. Первые автомобили А6 и C7 можете найти с этим мотором. Хочу сказать, что C7 с таким двиглом обходите стороной. Он наверняка жрет масло ведрами. Была, конечно, модернизация, но рисковать себе дороже, так сказать. Некоторым даже посчастливилось столкнуться с задирами на стенках цилиндров. Больше чего-то страшного про двигатели, которые ставились на автомобиле А7 и C7, сказать не могу. Потому что оставшиеся проблемы не так дороги в устранении. Они, конечно же, есть, но они несущественны. Типичный дефект, например, 2.0 TDI поколения дизельного мотора IA-189, который ставился до 2014 года в выходе строя охладителя EGR. В бензиновом 2.0 TSI, ну, не отличается там долговечностью, конечно же, помпа, насос охлаждения. Ну, можно сказать про то, что у 2.0 TSI были такие же проблемы, как у всех 2.0 TSI поколения IA-888. Если честно, я бы Ауди А6 и C7 со слабыми моторами не брал. Вообще. Этот автомобиль должен быть лучшим во всем. А даунсайзные моторы, ну, в этом отношении, конечно, динамики C7 не добавляют. Многие, конечно же, спросят, что, или скажут, что можно сделать чип-тюнинг. И можно ли это делать? Во-первых, смотря какая трансмиссия стоит и какой крутящий момент вы хотите получить. В остальном, если вы уж заинтересовались вопросом чип-тюнинга и увеличения мощности, то будьте готовы к неожиданным нежданчикам, так сказать. Особенно на вариантах типа Stage 2 и выше. Что касаемо коробок передач. На C7, конечно же, лучшая коробка. Это восьмискоростной классический гидроавтомат от ZF. Какие-то проблемы с ним, ну, действительно, крайне редко случаются. И то, скорее, на сериях RS6, да, которые связаны и с мощностью моторов, и со стилем вождения, и так далее, и тому подобное. Продлит ресурс и так довольно-таки большой. Коробки может регулярная замена масла, минимум каждые, там, 40-50 тысяч километров. Что обычно производитель, как обычно, забывает рекомендовать. Другие коробки, которые устанавливались на C7, ну, не то, что ненадежны, но и, например, тот же заезженный вариатор Multitronic, станет для вас очень дорогой обузой в ремонте, если с ним начнутся какие-то проблемы. Семискоростной S-Tronic, это он же DSG, только продольный, например, который стоялся с трехлитровыми двигателями, такой, как дизельный и бензиновый. Его типичные слабые места хорошо известны. И то, смотря как коробку обслужили, это мехатроник на больших пробегах сцепления. Бывает, что начинает греметь двухмассовый маховик, но и он может греметь не один десяток тысяч километров. Существенно все зависит от стиля вождения. Срок службы может быть продлен за счет смены масла, не по рекомендациям производителя, который рекомендует менять масло в DSG каждые 60 тысяч километров, и то это появилось позже, а каждые 30-40. Проблем с системой, например, полного преда на A6-C7 обычно вообще не бывает. Что касается ходовой, ребят, подвеска на A6-C7 не относится к каким-то там нежным узлам. Да, она тоже алюминиевая. Очень крепкие элементы на A7 задней оси. Передняя, ну, я думаю, что потребует обслуживания не раньше 120-150 тысяч километров, но это тоже зависит от стиля вождения. Сейчас расскажу почему. На каждое переднее колесо приходится по 4 алюминиевых рычага, но они довольно-таки редко изнашиваются сразу все. Обычно первыми сдаются верхние, так называемые кости. Кто в теме знает, что нужно менять их сразу и лучше с двух сторон. И вот нижние рычаги лучше обновлять парами. Отдельно замечу, бывает, что предлагают поменять сайлентблоки на рычагах, но выпрессовка сайлентблоков и качество сайлентблоков лучше потратиться на новый, не оригинал, чем заниматься вот этой вот перепрессовкой, потому что эта операция требует очень большой точности. И да, нельзя использовать принцип, поезжу еще и чуть позже поменяю, что касаемо передней подвески в Audi A6 C7. Иначе поменяйте все рычаги по кругу, ну исключая, конечно, задней подвески, а это уже станет вам в копеечку. Также хотел бы отметить, что на C7 очень часто начинают гудеть передние ступицы. Причем это может быть на разных пробегах, как и на 40, так и на 50, так и на 100, то есть вы можете менять ступицы каждый сезон. Но, от чего это зависит? На этих ступицах, по правде, можно долго ездить на гудящих. И в купе с отличной шумоизоляцией на уши вам будет давить, ну не то чтобы сильно, но зачетно. Причина выхода из строя ступиц, как правило, из-за того, что на C7 очень хорошие тормоза передние. С большими дисками и суппортами, которые, естественно, нагреваются, и все это передается в виде нагрева на ступичные подшипники, в которых высыхает внутри смазка, после чего в следующее межсезонье, когда есть перепады температур, внутри возникает конденсат и, в принципе, начинается гол. Совет мой, менять лучше парами. Если загудела одна ступица, то покупайте сразу две и меняйте. Есть экземпляры A6C7, которые имеют регулируемую пневмоподвеску. Пневмостойки у них ломаются достаточно редко. Чаще слетает адаптация, когда либо владелец, ну чаще, скорее всего, механик, забывает выставить сервисный режим пневмы, и при поднятии адаптация слетает. В MMI это присутствует специальная опция, когда вы ставите сервисный режим. Сама адаптация автоматически не восстановится. Нужно по-любому будет ехать в сервис и адаптировать пневмоподвеску. Вообще, это не самый аварийный элемент, скажем так, подвески в A6C7, но обслуживать его, естественно, нужно. И от выхода из строя каких-то, например, пневмобаллонов на больших пробегах или компрессора никто не застрахован. Что касаемо электроники. Несмотря на высокую технологичность даже тех лет, Audi A6C7 не имеет проблем с электроникой. Правда, это относится к автомобилям, которые не участвовали в серьезных ДТП, не тонули. Ну, не в плане утопленники, а в плане того, что у них регулярно чистили водостоки и конденсат и вода не попадала в салон. Иначе на малообслуживаемых таких авто, как правило, вся проводка под коврами шумоизоляции плавает в воде. И лет так через 5-6, а то бывает и быстрее, превращается просто в труху. К сожалению, такие запущенные экземпляры потребуют довольно-таки значительных финансовых вложений и потребуют профессионализма электрикодиагноста, так как на Audi полно различных датчиков, контролеров, штыкеров. Работка очень кропотливая и, как правило, требует полной разборки салона и всей обшивки. Любителям доработки Audi это вам не Volkswagen, когда вы хотите доработать его различными допами. Следует знать, что на Audi есть такая вещь, как защита компонентов. То есть каждый электронный блок имеет сохраненный ВИН-номер транспортного средства, которому он предназначен. И если вы начинаете подсовывать ему какой-то блок с другого автомобиля, который вы купили на Авито, не подготовившись, то получите блокировку автомобиля с зажатым ручником и блокированным блоком управления двигателя. Снять блокировку сможет только дилер. Никакой Вася Диагност, ВСДС и прочее не дилерское оборудование, причем даже профессиональное, вопрос не решит. Мне часто пишут с такой проблемой из регионов. И у меня, как правило, ответ один. Чудес не бывает. А представьте, дилер находится километров так, за 300-400, а были у меня случаи и за 1000. Ситуация, мягко говоря, неприятная. Но и не особо страшная. Оплатите сервисному специалисту перелет самолетом, и он вам дилерским оборудованием все это прекрасно снимет. Среди типичных электрических проблем Audi A6 C7 могу отметить такие, как, ну, например, отказ электромоторчика, открытие лючка, бензобака, да? Ну, умирают ручки открытия дверей и без ключевого доступа. Перегоряют некоторые участки LED в задних фонарях. Ну, дефекты довольно-таки дорогие устранения и, ну, очень раздражают при обслуживании довольно-таки недешевого автомобиля. Насчет крышки A6 C7, ну, я имею в виду топливного бака, то там как бы хоть есть выход. То есть есть аварийная лента внутри под обшивкой со стороны багажника, и этот лючок можно открывать. Хочу отметить, что вот эти все недостатки, они примечательны, в принципе, для всех моделей Audi. Кто гоняется за A6 C7, ну, например, с навигацией, да, то обновление карты вот всего этого добра, та еще эпопея. Потому что, как правило, дилер просит за обновление карт какие-то конские деньги, да, не стесняясь. А обновить самостоятельно с помощью диска, а на новых моделях совсем и диска, например, нету, не всегда корректно выходит. В заключение, что скажу, ребят, по поводу покупки Audi A6 C7 5-6-летнего возраста, а то и более. Этот поддержанный люксовый седан, даже его первые версии, довольно-таки, я хочу сказать, молоды духом. И гораздо-гораздо дешевле нового. Покупка C7 в хорошем состоянии, это, на мой взгляд, неплохая идея. Если бы я не жил в таком климате, то я думаю, что я бы с легкостью решился на данную модель Audi. Учитывая, что экстерьер и интерьер выглядят современно, даже вот сейчас, в 2020 году. Но следует предупредить, что бы ты взял для себя, то я бы, конечно, лучше брал Audi A6 C7 после 2014 года выпуска. Потому что, как правило, после 2014-го ставились более новые поколения мотора. Моторов с доработками, такие как и 3.0 TDI и 3.0 TSI, которые были лишены, скажем, тех недостаток, которые были на ранних поколениях моторов этого объема. Также уже довольно-таки успешно себя и хорошо чувствует коробка DL501. То есть там уже и блоки управления, тот же Мехатроник, были сильно доработаны и менялись, и были прошиты последние прошивки. Ну, а КПП есть АКПП. С годами и все-таки с пробегом стремительно возрастает риск возникновения неисправностей. Особенно, если этот автомобиль обслуживали какие-нибудь рукожопы, извиняюсь за выражение. Устранение которых из-за сложной конструкции автомобиля бывает, что оно очень дорогостоящее, и пользоваться всем комфортом и функционалом этого автомобиля становится просто невозможно. Если же автомобиль исправен, то, как правило, Аудио 6C7 вам сможет отплатить в высоком уровне комфорта, отличной динамикой и, естественно, удовольствием от вождения. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, отписывайтесь, комментируйте, ставьте оценку, пишите, какой автомобиль хотите, чтобы был на подобном обзоре, какой наберет больше всего лайков, комментах. Обязательно сделаю. Не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok